привет прогрессивные друзья это истинный следователь такой небольшой будет рассказ про то как сломалась micro sd карта kingston 32 гигабайта она не поддельная как я понимаю выглядит она вот так я сделал максимальное приближение на веб-камере даже телефон так близко не может по моему снимать тут я снимаю сантиметров 3 kingston класс 10 это скорость записи 10 чтения около 40 как я помню ой один это ухс класс эта модель дальше тоже как я понимаю номер модели тайвань и как видите справа черными продавленными буковками это еще какой-то номер как я понимаю тоже серийный но блин такой фиг увидишь и так-то тяжело разобрать здесь контакты 2 вы видите вперед немножко выдвинуты и еще один номер и и и и и и так ну это может быть 32 гигабайта это еще номер здесь видите следы канавки как чтобы пробивать и как я понимаю где пас видно даже дорожки какие-то а сам чип какой-то наверное вообще маленький а вот видно номер сейчас хорошо продавленный но конечно его прочитать да надо какую-то ультралупу к там буквы даже с как я смотрю вот в общем нормальный посмотрели на него нормальный нормальная карта как я понимаю не поддельная но она перешла в режим только чтение не полностью сломалась я даже сначала не понял целый день возился возился форматировал форматировал она в режиме только чтения потом файлы все появляются остаются ничего не сделать формате разными программками можете попробовать программками какие найдете грузитесь например загрузочного диска лучше общение с windows есть хороший диск загрузочный стрелец с него загрузитесь перепробовал что 5 программ ничего не форматировал не форматировал все устанавливал потом я понял что вошла карта памяти режим тока чтения исправить это как я понял невозможно какой-то внутренний сбой что там народ греет или охлаждает это уже конечно только сломает но и так по сути и выкидывать и еще интересный момент то что файлы у вас на пера остались вы даже стереть не можете то есть или что-то какой-то залет вы там сняли что там без штанов или что-то не нужная как фотка даже не сотрете ее можно конечно механически сломать вот такое неприятное неприятный залет после уничтожить ази не уничтожить файлы то хорошо получается в чтение вошел скопируете и и все но потом как бы гарантию дает пожизненная kingston у нас это считается 10 лет по моему почему-то наш законодательство делает 10 лет какое делаем как бы пожизненную значит пожизненную дает эта карта я посмотрел она производитель джанг ты тайвань ну наверное это и есть кинсон или кинсон у кого-то покупает по качеству это получается там один из лучших производителей но видите она просто вылетела и сломалась четырестом году в конце она была произведена то есть 15 16 работала совсем немного в телефоне у меня работала где-то несколько месяцев месяца три-четыре то есть свой ресурс она явно не выработала видно был какой-то сбой изначально может быть конечно какой-то разряд превышенный прошел из картридера я вставил картридер в компьютере может материнская плата послал какой-то разряд но в общем то вещи нормальные блок питания нормальные ничего у меня больше не сгорала и картридер больше карты никакие не ломалась думаю просто она сама по семье взяла и сдохла и еще хочу рассказать по собственному опыту как карты ломаются даже если фирменная карта возьмете sandisk kingston она более надежная но все равно в любой момент она может у вас вот так перейти либо в режим чтения либо полностью перестать определяться и вы все потеряете единственный выход нормальный это делать резервные копии постоянно каждый день и самое большое что потеряете это вот за какой-то один день или и в интернет копировать резервные копии в интернет google диск там прекрасно все хранится генса на google диск не храните видео потому что там они дают 15 гигабайт и это просто 10 роликов и снимите все забьете у вас даже на фотке не хватит вот такой вот неприятный момент потому что карта но практически не использовалась насколько она вот если так практического использования активного но даже года не набирается пишут люди что можно по гарантии и поменять я попробую конечно но сомневаюсь все таки потому что конечно джеков нету но номера на ней видно не знаю точно получится или нет на самом деле карточки ненадежные потому что у меня была тоже именитая бренд как карта сди полный размер там внутри были микросхемы samsung то есть тоже ультрафирменные просто она перестала что-то определяться и все сдохло 16 гигабайт по моему так что в любой момент где-то вероятность вот этого отказа процентов 10 независимо от срока работы три месяца полгода потому что такая структура видна производства чипов проскакивает какой-то дефект хотя на самом деле это в идеальных условиях еще должны карты содержаться то есть повторю какие условия нормальные вот эти контакты руками не трогайте потому что жир попадет на те контакты в картридере этому никогда не против не протрете опять же будут сбои не трогайте кладите в чехлы ну что пыль не падала грязь как видите у меня она в идеальном состоянии ничего есть не не делал но она подохла но эти сена если вы будете давить и пачкать то вероятность сбоя намного больше становится и электро конечно разряды по идее они ничего не должны делать и многие старые микросхемы у меня есть видеокарты старые там 10 лет и даже фиг знает как больше 10 лет работает все прекрасно трогать ее руками но сейчас видно чипы не такие потрогаете или волосы там пошевелить и какой-то контакт попадает статическое электричество и она может сдохнуть карта специальных каких-то утилит нету sd формат sd карты я скачал такая программка она пишет что только для чтения как снять этот режим получается что невозможно его снять так что карта можно сказать мертвая как я понял так что покупайте фирменные и пытайтесь потом по номерам их сдать обменять единственный выход ну и все время на этом все пока друзья